Всем привет, с вами Том, и в сегодняшнем ролике мы будем открывать сюрпризы по мультфильму Холодное сердце. В начале осени вышло аж два новых вида сюрпризов по этому мультфильму, это киндер сюрпризы и свитбоксы. Киндер я покупала в местном продуктовом по 190 с копейками рублей за коробочку, там почти 200, здесь 3 яйца в одной коробке, и свитбоксы чуть меньше, чем за 180 рублей в ленте. Вот, и я думаю, что для одного видео, наверное, это многовато, поэтому я разобью на две части. В первой мы посмотрим киндеры, а во второй, который у нас выйдет, наверное, через парочку дней, мы тогда уже посмотрим именно свитбоксы. Коллекция Холодное сердце в киндер сюрпризах вышла не полностью лицензионной, в плане здесь есть и другие игрушки, так называемая сборка, различные цельчики, колечки и прочие-прочие мелочи, и по прошлому году по сбору аналогичной коллекции с поняшами я поняла, что мне на самом деле не особо везет в различных таких вот закрытых пакетиках и искала именно коробочки на 3 яйца, потому что здесь гарантирована хотя бы одна игрушка из серии, и я очень хочу вам их показать и сама посмотреть. Фигурки мне не то, чтобы очень сильно понравились, поэтому я взяла себе только две коробочки, чисто посмотреть, что это такое, и чтобы осталось что-то на память. Полностью я эту коллекцию собирать точно не планирую, и давайте начнем открывать и смотреть. В коробке у меня попалось два варианта дизайна обложки, один с сестричками и второй с Кристофом, давайте начнем с него. Возьмем специальную мисочку для шоколада, чтобы сильно не корошить на стол, и это вроде желтое яйцо, если я правильно понимаю. Сейчас посмотрим, что у нас здесь, что-то странное, давайте соберем. И это у нас... Что это? Что это такое? А, это типа животное, и оно типа что-то говорит или думает, короче, такая вот табличка, и в данном случае у меня... Носорог? Носорог? А, и прямо вот этим рогом можно что-нибудь написать на этой штуке, да? Потрясающе! Давайте посмотрим. Вот он сам носорог, он у нас красненький, и вот здесь облачко у нас начинается, с той стороны вот такой, и экран фиолетово-зеленым самим экраном. Так, допустим, можно что-нибудь нарисовать, да? Допустим, раз... Что-то я не вижу, чтобы она как-то рисовала. Может, нибудь повернуть сначала надо? Ага, тут нарисовано. Надо сначала вкл эту штуку, а потом выкл. Вот тут вот нарисовано, чтобы... Короче, надо на палочку перевести, тогда она у нас вот... Да, мы можем на ней что-то... Боже, я понимаю, початок пальца. Можем на нем что-то нарисовать. Вот, например, сердечко, да? Так, дым-дым-дым-дым-дым-дым. Теперь нажимаем выкл. Боже, оно пропадает еще с таким щелчком. Как это работает? Что это за магия? Я не знаю. Так, и можно вот так вот это сюда привесить и поставить. Да, вот можно нарисовать, что он как будто что-то так говорит, носорожек этот. Да, забавная штука, забавная, интерактивная доска такая у нас получилась. Давайте смотреть дальше. Во втором яйце у нас... Так, я не знаю. Опять желтая капсула, по-моему. Они просто так не сильно отличаются. Желтая от оранжевого, что я боюсь перепутать. Значит, здесь у нас тоже обычная игрушка какая-нибудь. Опять носорог? Боже! Я плачу горькими слезами. Ну вот скажите мне, вот как можно обладать такой долей везения, чтобы даже в коробке вытянуть две одинаковых игрушки. Нет, вот серьезно. Это вот... Это что за карма вообще у меня такая? Да, короче, то же самое. Я уже успешно ставила свой отпечаток. Давайте посмотрим тут третье яйцо. И здесь у нас, по идее, да, должно быть вот более оранжевое яйцо. И здесь должна быть игрушка из серии. Я надеюсь, что это какая-то фигурка, а не какая-нибудь непонятная вещь с изображением. И это у нас Эльза. Вау, тут еще и платье. Ну, отдушали ее отдельное. Так, вкладыш. Неужели в самом деле мне попалось что-то стоящее? Это у нас Эльза собирается вот таким образом. Интересно. Сейчас соберем. И да, вот у нас в коллекции, соответственно, Эльза, Анна. Они же в детстве. Олаф, Кристоф и Свен и Тролль. Да, вот такая у нас коллекция. Ну, прикольно, прикольно, да. Давайте соберем девчонку. Так, вот такое нечто у нас получилось. Я не знаю, почему ей решили вот эту вот тканьку, ее плащ, вот так вот под грудь одевать, да. Мне кажется, как-то как плащ она смотрелась и была в чее. Немножко странное расположение. Но, тем не менее, тут, смотрите, снежиночки. Это органза, полупрозрачная, край обработан. Крошиться не будет. Хочется вот прикольно. Ну, и сама Эльза у нас. Личко. Ну, да, да, личико есть. Вроде более-менее ровно. Она достаточно смешная и такая немножко щекастенькая. Ну, с другой стороны, именно такие они в мультике и есть. Ну, в общем, средней красоты фигурки. Поэтому я и говорю, что я не планирую собирать всю коллекцию. Мне нравятся изящные ножки и подставка классная. Полупрозрачная, с ледышками. Здесь вот на шторке она стоит. Ну, да, прикольно. И руками так машет и машет. Полетела, полетела. Ну, естественно, она стоит. Давайте перейдем ко второй коробочке. Здесь у нас наоборот два... А, нет, здесь у нас даже разные. Есть Крестов, есть отдельно Анна и опять Сестр. То есть, я не знаю, сколько всего. Три дизайна или четыре. Может быть, еще отдельные с Эльзы есть. Я в магазинах видела, что они стоят. Но я, честно, как-то не присматривалась, какие там конкретно дизайны есть. Ну, и, понятное дело, одиночный киндер я покупать решила сразу не покупать. Потому что я точно ничего дельного в них так вот не вытащу. И первое яйцо у нас желтое. Мне кажется, пора поменять нашу миску. Кстати, очень быстро плавится, на самом деле, шоколад. Я их перед записью достала из холодильника. И вот буквально тут минут 10 записываю. Они очень сильно уже расплавились и нагрелись. Что это? Кто это? Это овец. Овец. Это у нас овец. Какая-то серия с фермой. О боже, какие-то интерактивные зверюги. Что с ними можно делать? На них можно... А, все, поняла. На них можно нажать, и она подпрыгнет. Вот это вот постамент. Он такой немножко плетеный. Вот видите, здесь есть какой-то дикий петух или индюк скорее. Овечка, коровка и свинка. А, и они, соответственно, вот эта вот основа такая плетеная, тугая. Ха-ха-ха-ха. Вот. И можно ее... Ой, боже. Так, стоп. Можно не так быстро пригреть. Ну, короче, это не я ее кидает. Она так подпрыгивает. Ну, как-то она... Короче, вот она сжимается и разжимается. Странная вещь. Она у меня просто падает все время. Короче, она как-то должна подпрыгивать, но как-то она у меня не очень хорошо подпрыгивает. Какая-то тут коллекция сборки достаточно странная. Ладно. Еще одно яйцо. Опять желтое. Горы. Даже со своей удачливостью, даже из этих коробок вытаскиваю только третьим оранжевое яйцо. Ха-ха-ха. Kill me, please. Kill me. Слушайте, ну, я в прошлом году покупала тоже вот эти вот коробки. И у меня не было, чтобы мне в одной коробке попадались две одинаковые игрушки два раза подряд. Боже, если здесь у меня еще будет вторая Эльза, я вообще-то не знаю. Так, ну, здесь у нас, понятно, оранжевые. Как-то без вариантов. И шоколад уже просто приклеился на самом деле. Боже. Так, и кто же у нас в теремке живет? Эльза маленькая. Ну, ладно, хотя бы не Эльза большая. Если бы была большая Эльза, я бы тут вообще не знаю. Здесь у нас маленькая Эльза. У меня есть большая и маленькая Эльза. Да, я думаю, на этом я остановлюсь в сборе данной коллекции. Потому что ничего хорошего мне больше все равно не попадется. Это чувствую. Она у нас вообще парная. Ну, и одна, в принципе, смотрится неплохо. С основой для... Для... Так, как тебе ставить? А, вот так она ставится. Это они типа, когда Олафа лепили. В детстве, да. А, и... О, боже. Она еще более упорутая, чем взрослая версия. Прикольно. Да. Боже. Стой. Своим плащом. Стоит. А, да. В общем, тоже в голубеньком платье. Это тоже с косичкой. Ну, в принципе, все вроде как аккуратно. Но сами молдые лица меня немножко пугают. Насколько знаю, в свитбоксах примерно такие же. Кухлощеки будут девчины. Да. В общем, забавно у нее выражение лица. Ну, в принципе, все аккуратненько. Только, ну, сама по себе она немножко странная. Вот. Да, такая вот штука с подставкой. Короче, здесь еще как бы вторая приставка есть. Да. Анна, младшая сестра. Вот. Она, кстати, отдельно смотрится страньше, чем Эльза. Поэтому с этой стороны, конечно, Эльза лучше. Вот. Такие вот дела. Как еще, как говорила в начале видео, я не планирую собирать полностью коллекцию. Я хотела чисто попробовать, что мне выпадет и парочку фигурок себе чисто на память о том, что такая вещь была. Ну, и вот у меня есть парочка фигурок. Даже совпало, что это обе Эльза. Хорошо, что не обе взрослых. А то было бы достаточно забавно. Ну, и, конечно, вот с этими игрушками, с повторными овцами, повторными носорогами, я даже не знаю. Я говорю, в прошлом году я покупала коробки. У меня не было такого, чтобы в коробке попадались одинаковые игрушки. Просто у меня какое-то эпик везение на эти вещи. Вот. Ну, надеюсь, вам было забавно на это наблюдать. И напоминаю, что в следующем видео, которое будет через денек или два, у нас будет распаковка свитбоксов. Посмотрим на тамошние фигурки. Надеюсь, там мне тоже что-то интересное попадется. А этот ролик, я надеюсь, был вам интересен и полезен. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. С вами была Тома. Пока.